Добрый вечер. Эта неделя была богатая на политические события. Не буду о них рассказывать, они у всех на устах. Сегодня пятница, я Анатолий Голя, в студии президент Республики Молдова Игорь Николаевич Дадон. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы в прямом эфире, обойдемся без длинных предисловий, так как вопросов очень много, я хочу успеть задать как можно больше. Игорь Николаевич обещал отвечать коротко, чтобы мы успели как можно больше вопросов, тем более, что у меня и по мессенджеру, и по личной почте вопросов пришло очень много, так как я объявил еще передачу в среду, со среды. Игорь Николаевич, предлагаю начать с конца, с сегодняшнего заседания парламента, с последних событий. Я не знаю, сессия еще не закончилась, по-моему заседание идет, но сегодня последнее заседание весенне-летней сессии парламента. И как мы уже привыкли, на протяжении многих лет, в последние дни депутаты работают наиболее плодотворно. Вчера и сегодня приняли, по-моему, законов 40, то есть где-то 40 пунктов было повестки дня, и удивили сегодня важным политическим заявлением о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и преобразования миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом. На ваш взгляд, с чем это связано, что сегодня такое заявление появилось? Я думаю, что это политическая декларация без юридических последствий, она направлена против Российской Федерации, и, наверное, авторы этой декларации надеются понравиться Западу, и она вписывается в ту череду антироссийских заявлений и акций, которые делало нынешнее парламентское большинство и правительство в течение последних месяцев. Я хочу напомнить высылка пяти дипломатов из Молдовы. Впервые, кстати, за 25 лет дипломатических отношений с Россией Молдова себе этого позволила. Это и закон о запрете российской, так называемой, и закон о запрете российской пропаганды. Я его заблокирую, он не пройдет. И первый раз, и второй раз, и третий раз. Правительство в среду дало положительное заключение, но в повестку дня не было. Они могут дать любые авизы, которые хотят, но я его заблокирую. Я еще раз повторяю, что даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу, и если захотят идти на референдум по снятию президента, по этому вопросу мы пойдем, я уверен, что они не смогут протащить этот закон. А по сегодняшней декларации, я думаю, что все понятно. Это очередной димарш в сторону Запада с попыткой понравиться. Это сделано в преддверии визита Рогозина, который должен состояться на следующей неделе, в конце недели. Это приурочено к сегодняшней дате, это 25 лет миротворческой миссии России. 25 лет подписания соглашения. Подписание соглашения, она начала работать на следующей неделе. Да, на следующей неделе будет 25 лет миротворческой операции. Но оно с этим связано, и оно просто юридические силы никакой не имеет. А как вы вообще относитесь к вот этому предложению, которое прозвучало? На самом деле, вот эти димарши в адрес России, они начались чуть раньше заявления в марте, но это протесты, которые были в феврале или в марте, которые не рекомендовало чиновникам ездить в Россию. Аккуратно перед моей встречей с Путином. И на прошлой неделе, кажется, выступление Влада Плохотнюка в социнтерне, тоже в таком же ключе, как и сегодняшнее заявление. Давайте посмотрим, что происходит. За последние 6-7 месяцев, после моего избрания в должности президента, у нас есть положительная динамика в наших двусторонних отношениях с Россией. По экспорту мы договорились, и рост за 5 месяцев, кажется, 22 или 25 процентов. По мигрантов у нас была легализация и амнистия наших мигрантов, которые работают в Российской Федерации. Мы договорились по многим гуманитарным вещам. Буквально на следующей неделе мы хотим объявить о том, что Россия дает впервые несколько сот, может быть, даже до тысячи, мы сможем договориться, мест бюджетных для молдавских студентов в российских вузах. То есть у нас идет положительная динамика. Конечно, все это сказывается на рейтинге президента Дедона. Народ доверяет президенту, доверяет институту президентства. Вы видите, впервые за последние 8 лет такое доверие к институту президентства. Конечно, что мои политические оппоненты внутренние, это демократическая партия, в первую очередь, и Плохотнюк, они это понимают. И они пытаются, с одной стороны, понравиться Западу вот такими антироссийскими демаршами, с другой стороны, надеются, что Россия на это отреагирует. И возобновит вот этот эмбарго на экспорт, проблемы сделать для мигрантов и так далее, и так далее. И это отразится на рейтинге Дедона. Вот с чем это связано. Потому что все понимают, что президента Дедона демпартия не контролирует. Это все понимают. Я думаю, что это очевидно. И, конечно, я им мешаю по очень многим вещам, которые они хотят провести. И для того, чтобы меня снять с должности, при этом рейтинге, который есть сейчас, они не смогут. Потому что если мы пойдем на референдум по вотому недоверию президента, ну, все здесь с любым законом. Я уверен, что я этот референдум выиграю. Что им нужно сделать? Им нужно как-то снизить рейтинг президента. Как можно? Надо как-то спровоцировать Россию, чтобы там не было положительной динамики. Потому что внутри они меня блокируют, все мои инициативы. А вот это предложение о необходимости преобразования миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом. Об этом говорится давно. Еще при коммунистах говорили в 2006-2007 году. Потом призабыли. Потом вот Влад Плохотнюк в этом выступлении в Нью-Йорке сказал об этом. Министр иностранных дел Андрей Галбур на заседании ОБСЕ в Австрии сказал об этом. Спикер парламента Андриан Канду. И вот сегодня заявление. Вы за или против? Я так понимаю, против? Почему? Считаете, что есть угроза возобновления вооруженного конфликта? Давайте вспомним, почему появилась миротворческая операция на Днестре. И почему там есть еще российские военные. Вот то, что была сегодня декларация парламентская. Все это появилось после того, как власть Молдовы открыто говорила о ликвидации Республики Молдовы и присоединении с Румынией. И начало, вы помните. Но это было 25 лет назад. Так нужно с этого начинать. Есть ли эти риски сейчас или нет? Вот то, что было 25 лет назад, чемодан вокзала России под Уди-Флор с румынами, все это привело к проблеме в Гагаузе сначала и потом в Приднестровье. Вина здесь, для того, чтобы это все произошло. Это можно сейчас показывать пальцем тот или другой, но руководство Молдовы тогда, мне кажется, что оно погорячилось и сделало неправильные шаги. И поэтому появилась миротворческая операция, потому что там была кровь. Там стреляли с обеих сторон. И появились миротворцы под Днестру. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ситуацию, когда в Кишиневе во власти открыто говорят о вступлении в НАТО. Никто не говорит? Смотрите, Михаил Федорович, который до недавнего времени был во власти и имел решающее слово. Он теперь в жесткой оппозиции. Вчера на нашем канале жестко критиковал Влада Плохотнюка. Правильно хотел сказать. В жесткой оппозиции. Оппозиции. Мы, Михаил Федорович, еще вернемся, если есть у вас вопросы. Власть говорит о нейтралитете. И сегодня в заявлении тоже говорят о нейтралитете. Анатолий, я считаю, что проблему миротворцев и российских войск можно будет решить только, когда мы достигнем политического регулирования подднестровского конфликта. Мы на данном этапе, исходя из разных обстоятельств, мы не близки к решению, к политическому решению. Я считаю, что политическое решение, мы можем приблизиться к этому, хотя бы утвердить какую-то стратегию, которая была понятна всем, публичная и так далее. Я думаю, что это 2019-2020, мы будем двигаться в это направление. Почему? Потому что у нас 18-е выборы, будет другой парламент, будет другое парламентское большинство, которое начнет работать в этом направлении. Сейчас, если мы говорим о Приднестровье, нам нужно решать текущие проблемы, которые очень много, которые волнуют жителей и слева, и справа берега Днестровья. Я заметил, что вы говорили о неком прогрессе, достигнутом в процессе Приднестровского регулирования в последнее время. Где этот прогресс, что вы имеете в виду? Потому что, например, в Тирасполе говорят о том, что отношения ухудшились, переговорный процесс не ведется, ситуация деградировалась. Становится очень взрывоопасной. У нас в этом году состоялись две встречи с Красносельским. Одна в январе, другая в марте. Но третьей встречи в мае не было. И на следующей неделе будет третья встреча. При Рогозине. Вместе с Рогозином мы поедем на левый берег, и там, ну, в Бендерах это будет, не на левом берегу, а на правом. Мы встретимся, поговорим и обсудим текущую повестку дня. Но в чем прорыв? То есть в чем положительная динамика? Прорыва нет. Но в чем положительная динамика? Положительная динамика в том, что мы смогли договориться на правом берегу и дать конкретные предложения по решению тех проблем, которые не решались годами. Это автомобильные номера, это решение проблемы с телефонами, со связью, это признание дипломов. Вот конкретные три проблемы, которые мы нашли, это важно. Мы в Кишневе нашли решение, предложили, неофициально наши партнеры из Приднестровья говорят, что хорошее решение, их устраивает, но они пока что не хотят под ними подписываться. Говорят, вы принимаете, мы согласны с этим, но без нашей подписи, потому что мы нацелены на независимость Приднестровья и так далее. То есть, безусловно, у нас есть конкретные шаги. Конечно, немного омрачило переговорный процесс установления единого пункта контроля на Кучурган-Первомайск. Я думаю, что из-за этого, именно исходя из установления этого пункта, приднестровцы не хотят сейчас двигаться по этим трех вопросам, которые я говорил. Там 3 плюс 2 плюс 1, потому что у нас тоже две просьбы по школам и по землям, сельхозугодиям в Дубосарах. Я думаю, что они взяли паузу. Я надеюсь, на следующей неделе мы встретимся и как-то из этой ситуации выйдем, потому что это самый важный и единственный хороший конкретный шаг для того, чтобы созвать формат 5 плюс 2 в сентябре. Если у нас не будет конкретики решения хотя бы по одному вопросу, будет тяжело убедить партнеров собраться в формате 5 плюс 2. В последнее время я заметил, как вы стали президентом, несколько месяцев вы вообще не говорили о давнем проекте партии социалистов о федерализации, об урегулировании конфликтов в Приднестровье путем федерализации. На последней встрече в Галерканах с журналистами, в том числе с Приднестровскими, вы вновь упомянули о возможности федерализации. В то же время вы сами говорили в рамках прошлой передачи, которая у нас была 3 месяца назад, что идет активная работа над концепцией урегулирования. Создана комиссия представителей президента парламента и правительства, идет работа. Когда будет эта концепция и что ляжет в основу этой концепции? В 2013 году, будучи председателем партии социалистов, мы разработали и представили публично концепцию федерализации Республики Маду. Четкую, понятную, ясную. Мы целую передачу делали тогда. Об этом говорили. И партия социалистов от своей концепции, от своей позиции никогда не отказывалась. И вы это увидите и в документах партийных партий социалистов. В качестве президента я не раз говорил, что федерализация это может быть выходом из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И я уверен, что на каком-то этапе, когда мы придем к политическому регулированию, мы все это будем обсуждать. Но важно не столько название, как это будет. Важна суть, что будет внутри. Наполнение, да. Наполнение. Как это будет работать? Какой будет специальный статус? Какие полномочия и так далее, и так далее. Что общего? У нас будет общая граница, общая банковская система, общая финансовая и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот в рамках той платформы, которую мы создали, а платформа состоит из советников президента, премьера и спикера, мы обсуждаем несколько вопросов. Первый, самый важный, это решение текущих проблем, о которых я говорил. Их там 8 плюс 2, сейчас 10 повестки дня, 10 проблем, которые мы должны решить в ближайшее будущее. И у нас есть движение вперед по этому поводу, я уже говорил, не буду повторяться. А второй, более важный, концептуальный, системный подход, это политическая урегулировка. Есть позиция правительства, которую они разработали. Есть позиция наша, которую мы тоже разработали, передали. Они разные. Но я надеюсь, что до осени мы попытаемся найти общую позицию для того, чтобы вот эту общую позицию пригласить всех послов, пригласить наших партнеров из Приднестровья, поставить ее на стол и начинать обсуждать. Там будет очень много наполнений, кто будет против, кто-то будет за. Но Приднестровья не хочет обсуждать пакеты третьей корзины, касающиеся статуса и безопасности. Я понимаю, что они не хотят обсуждать, но я думаю, что они поймут на каком-то этапе, что это необратимо. Знаете, я общаюсь со многими жителями Приднестровского региона, даже вот на концерте, который мы устроили для молодежи буквально несколько дней назад в центре Кишинева, где были десятки тысяч молодых людей. Были, ко мне подошли просто, селфи делали молодежь. Были очень много из Приднестровья. И для меня было приятным услышать, что они знают про мою позицию. Говорят, Игорь Николаевич, мы хотим побыстрее решить эти проблемы. Давайте объединим страну. Я уверен, что большинство хотели бы объединить страну для того, чтобы не было границ, для того, чтобы они могли легально куда-то ездить, работать, получали там экономические агенты, какие-то кредиты, гранты и так далее. Этого же сейчас там нет. Это закрытая зона, это черная дыра. И все это понимают. Из этой ситуации нужно выходить. Пока что политики этого не хотят. Мы с вами об этом говорили. Но я уверен, что ситуация изменится. Я заметил на этой встрече в Галерканах, когда вам задавали вопросы приднестровские журналисты, несколько раз прозвучал вопрос даже о изменении графики молдавского языка на кириллицу. И довольно настойчиво. И вы сказали, что обсудим я это, если надо будет. Примерно так, обсудим. Я никогда не говорил о том, что Молдова должна перейти обратно на кириллицу. Где? Мы говорили. Мой вопрос был. Нет, это важно. Как далеко можно зайти в поисках компромисса? Анатолий, важно. Да, пожалуйста. Спекуляций было очень много. Было. Я за историю Молдовы, чтобы мы вернули в школу. И мы вернем историю Молдовы. Я за молдавский язык. Название, чтобы было дальше так, как у нас в Конституции. И мы будем этого добиваться. Поэтому других попыток интерпретации надо оставить в сторону. Молдавский язык многие понимают именно на кириллице. Молдавский язык, это молдавский язык, который является государственным языком в Республике Молдова. Насчет вопроса, как далеко мы можем пойти в компромиссах. Вот в этом и разница между этими концепциями, которые есть в президентуре сейчас, мы с Шовой разработали, и которые есть у правительства. Я считаю, что у нас должно быть принципиально несколько общих вещей. Я об этом говорил не разу. Я считаю, что основу реинтеграции страны должно быть как минимум два принципа. Первый – это сохранение государственности и право на самоопределение, если Молдова теряет свою государственность. У Гагаузии это есть сейчас в своем законе специально. И второй – это нейтралитет. Что Молдова не может вступить в какой-то блок без того, чтобы не было учтено мнение и всех регионов. Это принципиальный момент. Вот на основании этого можно идти дальше. Дальше я считаю, что у нас должна быть общая граница, общая банковская система, общая налоговая система, чтобы у нас не бегали с акцизами на автомобиле туда или сюда. Общая денежная система, потому что проднестровские рубли не имеют. Общая армия или демилитаризация? Я думаю, что армия общая. Ну, с кем мы будем воевать? Нейтральная страна. Общее законодательство. Может быть, еще что-то общее. Остальное надо оставить. Вот у них есть свой бюджет, который они сами наполняют, но в рамках общей налоговой системы. У них есть парламент, у них есть президент, у них есть премьер-министр, у них есть гимн, у них есть свои государственные... Флаг, герб. Они должны остаться. У Гагаузи тоже все это есть. Как вы думаете, сегодняшнее заявление, мы все-таки начали с заявления парламента, сегодняшнее заявление парламента, такое громкое, которое вызывает обсуждения, кривотолки, комментарии, оно было сделано не для того ли, чтобы увести внимание общественного мнения от обсуждения принятого вчера закона смешанной избирательной системы? Возможно и так. Возможно и так, потому что я видел сегодня и вчера уже реакцию некоторых европейских чиновников, которые жестко выступили против. Даже кто-то сказал, что вот не дадим денег. Так пусть не дают. В чем проблема? Давайте вообще быстрее на досрочные выборы пойдем. Я европейцам это говорю с 2009-2010 года, что с этими ребятами у них ничего не получится. А вчерашнее решение о переходе к смешанной избирательной системе, это означает все. Вопрос о досрочных выборах, он отпал сам по себе? Нет, вопрос о досрочных парламентских выборах не может сам по себе. Ну, потому что закон нельзя менять меньше, чем за год, то есть выборы должны состояться уже не раньше, чем через год. Я думаю, что сейчас было бы правильно, что все оппозиционные сиделы требовали досрочных парламентских выборов. Потому что по этой идее, что вот в течение года, да, ну я сейчас рассуждаю теоретически. Если мы проведем досрочные парламентские выборы, то теоретически они могли бы и должны были пройти по старой системе избирателей. Вот если, к примеру, провести выборы осенью, исходя из позиций Европейского Союза, Совета Европы, который говорит, что... Венецианская комиссия. Ну и Совет Европы говорит, что изменения должны быть до... Не менее, чем за год. Не менее, чем за год. Так давайте проведем осенью по старой системе. По старой системе. Ну в чем проблема? Для нас бесразлично по какой системе. Конечно, нынешняя смешанная система для нас более выгодна. И это уже все сегодня... Вот знаете, меня критиковали, и вы критиковали, и другие критиковали, что вот почему вы переходите к смешанной системе, если у вас есть шансы получить большинство при партийной системе. Сегодня я читаю румынских специалистов, европейские все говорят, что система была принята для того, чтобы помочь Дадону, и эта система точно для социалистов, потому что она более выгодна. И это так, Анатолий, потому что в этой системе, которая была принята... Наверное, эти вопросы у вас есть, чтобы у вас не... Поговорим об этом. Вот Виктор Нестрянов вопрос. Господин Дадон утверждает, что смешанную систему он инициировал, потому что оно благо для ПСРМ. Надо так понимать, что Плохотнюк поддерживает смешанную систему, желая тем самым повысить результаты партии социалистов. Так румынские сейчас политологи... И очень много вопросов такого рода. Вы всерьез думаете, что Демократическая партия хотела помочь социалистам? Нет, я думаю, что они попали в ситуацию, когда они не могли другого шага сделать, чем проголосовать за ту концепцию, которую я предложил. И она принципиально разная по сравнению с тем, что предлагали демократы раньше. Давайте объясним телезрительно, чтобы они понимали. Есть несколько принципиальных вещей в новой избирательной системе, которые я предложил и которые парламент согласит. Первое, очень важное. Это один тур для избрания депутатов. Что это означает? Это означает, что тот, который набрал больше голосов, не большинство, он сразу становится... Тот, кто занял первое место. Да, первое место, он сразу становится депутатом. Что это означает на практике? Для левых партий, для партий социалистов, где у нас рейтинг более, даже в самых плохих районах, самых плохих, в центре, у нас рейтинг меньше 25-30% нету нигде. То кандидат от партий социалистов имеет реальные шансы большинству округов победить. Тем более на севере, тем более в Кишиневе, где мы всегда брали первое место, всегда брали первое место на всех выборах кишиневских. Вы это знаете. Второй принципиальный момент, который отличается... Можно здесь возразить. Депутат, который получит 5-7 тысяч голосов и займет первое место из 55 тысяч в округе избирательный, при наличии 10-15 кандидатов, теоретически может стать депутатом человек, который получил 5 тысяч голосов. Кого он представляет, кроме себя, своих родственников? Он представляет район. Он представляет меньшинство, абсолютное меньшинство избирателей. Таких систем не только в Молдове есть. Почти нету нигде. В Великобритании. Почему? В Венгрии? В Венгрии с начала 90-х, 92-го года тоже избирается по смешанной и так далее. Теперь второй принципиальный момент. Я сказал первый. Второй. Впервые появились места для депутатов, места депутатов для Приднестровья. Этого не было никогда. И это принципиально отличается от всего, что было до сих пор. Что это означает? Это означает, что будет несколько округов. Сколько? Вот будет комиссия, где будет и президентура, и будем настаивать, что было как можно больше. Это означает, что жители Приднестровья, если там не откроют избирательные участки, потому что не откроют, понятно. Будут избирательные участки на правом берегу. Они могут прийти и проголосовать за кандидата, который будет представлять их интерес. Это первый. Третий момент. Впервые появились места для депутатов. Раньше этого не было. И что важно, очень важно. Нам удалось, чтобы в законе появилась норма, что количество избирательных участков, один из критериев. Знаете, проблему в России открывали только 3-4 участка. А сейчас появился критерий, что будет зависеть от количества работающих или постоянно находящихся там граждан Республики Молдов. А в России 500 тысяч. То есть дополнительный критерий, который я добивался с 2013 года, чтобы был включен в закон. Дальше. Для гагаузов, потому что я слышал некоторые критики. Ирина Федоровна тоже мне звонила. Для гагаузов там четко прописано в законе, в статье 70, что для представителей других этнических групп, не молдавани, нужно обязательно, чтобы в рамках территории давали... То есть не ставили еще другие районы к гагаузе. Чтобы в гагаузе были определенное количество мандатов. Я буду настаивать в рамках этой комиссии, потому что президентура участвует, чтобы для гагаузи их было как минимум 3 депутата из 50. Вот они хотят 5 из 100. Я буду настаивать, чтобы было 3 из 50. И мы добьемся этого, поверьте. Поэтому принципиально вот эти вещи, которые я наставил, и не снижение порога избирательного. Да, 6% осталось. Кстати, в 2014, когда поднимали порог, это был 2013, было 4%, подняли на 6%. Тогда коммунисты настаивали, чтобы социалисты не пришли в парламент. И они настаивали, чтобы было 6%. И подняли тогда вместе с Филатом или с Плохотником, подняли 6%. И теперь они не пройдут парламент именно из-за этих 6%. Вот эти принципиальные вещи, которые я настаивал, все они пришли в закон. У меня есть возражения по каждому пункту, но я их выскажу сразу после рекламы. А у нас не дебат. Продолжим беседу. Вы можете не возражать, не теряйте время, идите дальше вопросы. Хорошо. Но важно узнать вашу позицию, потому что есть много вопросов по этому голосованию вчерашнему. Оставайтесь на РТР Молдова, мы продолжим после короткой рекламы. Мы вернулись в студию. Я обещал, что выскажу два возражения по поводу смешанной избирательной системы. Во-первых, когда вы выступали с инициативой, говорили о 25 мандатах для Диаспоры и Приднестровья. Будем настаивать дальше. Но в законе определены четкие критерии. На один избирательный округ 55-60 тысяч избирателей. Это значит, что в Приднестровье максимум 3 мандата, но максимум 4. Почему? Там 250-300 тысяч паспортов наших. В законе идет речь о избирателях. Это граждане, включая дети. А избиратели это как раз где-то около 200 тысяч. 250 тысяч. Ну хорошо, 4 мандата. 4 мандата. Это 5-6. Это 3-4? Ладно. 55-60. Если делить 240 тысяч на 60, это 4 мандата. И за рубежом сколько? А за рубежом там тоже определенные очень четкие критерии. И это является одним, учитывая количество за рубежом, но там идут оговорки по официальным данным, по данным Министерства иностранных дел, по предварительной регистрации и по количеству принявших участие в последних выборах. На президентских выборах сколько приняло участие? 120. 150. 140 чем-то. Да, около 150. Анатолий, если исходить... Это значит 3 округа максимум. Если исходить из цифр, сколько граждан находится, есть официальная информация МИДа. У меня есть письмо. 852 тысячи, я помню эту цифру. 850 тысяч. Если исходить из того, что как минимум детей там мало, разделите 850, ну под миллион разделите на 50, получается 20 мандатов. Но они мигрируют. Скажут, а сколько зарегистрировалось? Я к чему говорю? И округа, Игорь Николаевич, извините, округа будет создавать комиссия, как вы уже сказали. В этой комиссии господин Плахотнюк будет иметь большинство, можете не сомневаться. Потому что там парламент, правительство, аппарат президента, гражданское общество. Там много-много-много. Географы, демографы. В законе прописывать, что столько там, столько там невозможно. Вы сами сказали, что они мигрируют. Вот сейчас 600 тысяч в России, а через год может быть 100 тысяч или миллион. Поэтому записывать в закон, который нельзя менять в течение года, категорически нельзя. То есть это осенью будет создаваться. Осенью будет создаваться, чтобы через год выбрать. Да, количество округов где и как. Но это нельзя, ну согласитесь. Миграция и так далее. Поэтому это будет учитывать комиссия, которая будет создана. Где есть, мы наставили в начальном проекте, который предлагали демократы. Там не было представителей президентуры. Там и прокуратура и так далее. Сняли всех. Там будет и президентура. Будем наставить. Я прогнозирую 7, максимум 8 мандатов для Приднестровья и Диаспоры. Посмотрим. Вот после осени, когда уйтвердят округа, вернемся к этому. Игорь Николаевич, говорят, что эксперты книги рекордов Гиннеса где-то застряли по дороге, потому что ехали в Кишинев регистрировать скорость, с которой продвигали этот закон и принимали его, и промульгировали. Но не успели, потому что вы промульгировали его через несколько часов после того, как его приняли за 4 минуты без обсуждения. Это что, зачем такие рекорды? Ну, обсуждение в парламенте я не буду комментировать, я там не участвую. Это вот вы пригласите депутатов, они вам скажут. Были нарушены регламенты парламента о принятии закона во втором чтении, по статейное обсуждение. Еще раз говорю. Вот пригласите парламент, обсудите. Я отвечаю за... Вот эту концепцию. Детально обсуждаем последние 3-4 месяца. Детально. А последнюю неделю, 10 дней, вот каждую статью, каждую запятую я лично просматривал вместе со своими юристами. Конечно, когда было принято в парламенте, и он пришел в президентуру, мы посмотрели, если соответствует тому, что мы ставили как условия. Есть, промульгировали и ушел. А в чем проблема? Люди должны знать быстрее, по каким критериям будет проходить следующий выбор. Да, и сегодня уже опубликован. И сегодня он опубликован. Сегодня опубликован. Прекрасно. Во всем вот решении проблем граждан всегда... Знаете, самое важное, чтобы еще раз, я обращаюсь к телезрителям, к нашим гражданам, чтобы они понимали. Все, что я предлагал и настаивал, все это прошло. Это принципиально важно. Именно поэтому Запад критикует этот закон. Потому что они понимают, что по этому закону, по этой системе у партии социалистов, у пропрезидентской партии шансы получить большинство, не просто большинство, а конституционное, довольно высоки. И мы увидим результат в следующем году. То есть вы просто провели Плохотнюка, всю эту правящую коалицию, они проголосовали за закон, который выгоден партии социалистов. Подождите, они сами начали. Они же хотели одномандат. Что они пошли по одному? Да, но они взяли за основу свой законопроект, номер 60. Нет, номер, мне не волнует номер, мне волнует концепция. Концепция моя. Концепция. Концепция моя. Так вот, они вам подыграли, получается? Их спросите. Чем они думали, вы спрашиваете? Они осознают, что помогли вам через год выиграть выборы. Мне интересует другое. Мне интересует, что то, что я предлагал и то, что я обещал избирателям в 2014, когда мы включили в программе партии социалистов смешанную систему. И в 2011, в декабре, когда я вышел на съезд и сказал, что мы должны перейти на смешанную систему. Для меня важно, что последовательно я свое обещание держу. А опыт Гагаузии вы учитывали при этом? Конечно. Где проходят выборы по округам? Сколько там туров? В два тура, да. Там в два тура. Анатолий. Конечно, все учуя. Но это не мешает демократической партии, которая не имеет ни одного депутата или одного, сформировать парламентское большинство в народном собрании. Я проводил выборы в Гагаузии. Два башканских. Кстати, на выборах 2010-го я поддерживал. 10-го. Ирина Увлах. И на 2015-м тоже Ирина Увлах. В 2010-м она взяла 30 с чем-то процентов и не прошла во второй тур. А в 2015-м выиграла с первого тура. Я провел там несколько кампаний с 2008-го года. Четыре, если не ошибаюсь, кампаний по выборам депутатов Народного собрания Гагаузии. Я знаю, как были выборы в Народное собрание Гагаузии в прошлом году. Я вам хочу сказать, что после первого тура кандидаты-социалисты, либо с поддержкой социалистов, были на первых местах на очень многих округах. А после второго их оказалось всего лишь 3-4-5. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, учитывали опыт, конечно, учитывали. Поэтому и один тур. Хорошо. После вчерашнего такого дружного голосования в парламенте, есть очень много вопросов в телезрителе по этому поводу, я не буду терять время называть фамилии. После вчерашнего голосования можно считать новую коалицию демократической партии и партии социалистов оформленной или нет? Не мечтайте. Никакой коалиции не было, нет и не будет. Чтобы вы понимали. О голосовании в парламенте мы очень часто голосовали за разные законопроекты. И они голосовали за разные законопроекты наши. И если это подходит депутатам, они голосуют. И это не означает формирование коалиции. Это ответ на ваш вопрос. Представители, сегодня парламент также утвердил реформу правительства, который предусматривает в частности сокращение количества министерств с 16 до 9. Вы опять же очень оперативно промульгировали закон об этой реформе, не пытались его вернуть в парламент. И на этой почве появились утверждения, что социалисты войдут в правительство. Нет. Социалисты не войдут в правительство. Я говорю от социалистов, наверное, неправильно. Кто-то меня упрекает, что я слишком часто про социалистов и про партию социалистов. Я хочу напомнить, что за эти 7 месяцев я не провел ни одной пресс-конференции партии социалистов. А демократы каждый вторник проводят или понедельник когда-нибудь. Вторник. По восксениям. По вторник. И премьер-министр, и спикер, и так далее. Я этот вопрос задавал господину Канду в рабочее время. Это не очень хорошо выглядит. Но то, что касается партии социалистов, я уверен, что они не войдут ни в какие парламентские большинства, ни в какие правительства. Они останутся в оппозиции, так как обещали своими избирателями в 2014 году. И я уверен, что социалисты после победы на президентских победят и на парламентских. И тогда сформирует вместе с президентом профессиональное правительство технократов. Там не будет политиков. Поэтому, ну, я уже говорил как-то, что не верю в правительство технократов, потому что правительство всегда является выразителем политической воли. И это нормально, что правительство выполняет. Покажем. А правительство Гречаной какое было в 2008-м? Правительство Гречаной... Где я был первым вицепримирным. Правительство Гречаной... Одно из самых успешных. Правительство Гречаной возлагало в полном составе цветы к памятнику Ленину, так же, как правительство Тарлева, который формально не был членом партии коммунистов. Проблема не в том, где идешь со цветами. А это говорит о выражении политической воли правительства. Нет, Анатолий, вы опять выцепляетесь. Почему выцепляетесь? Я говорю то, что есть. Но оно неправильно так рассуждать. Если человек хочет возлагать цветы там или там, это его право. Или пойти там в церкви, поставить свечку. Но это не означает, что это политическое правительство. Правительство Гречаной, одна из самых успешных, одной из самых успешных правительств за 25-26 лет сейчас будет независимости, это, ну, самое лучшее правительство. Это признают все. Она была профессионально-технократическая. Ну, посмотрим, какое будет правительство. Пока мы говорим про то правительство, которое есть. Вот по этому закону о реформе правительства у вас тоже не было никаких вопросов. Потому что сокращение количества министерств, это да, это понятно. Но закон абсолютно прозападный. Он является одним из условий выполнения соглашения об ассоциации. Он вводит те должности государственных старей, которые по западным стандартам. Подождите, какой запад? Ну, что вы сейчас людей вводите в заблуждение? Почему? Где в соглашении об ассоциации ЕС написано, что нужно реформировать? В дорожной карте есть. Это условия, которые правительства... Сокращать количество министерств? Осуществить реформы центральной местной публичной администрации. Еще раз говорю, сокращение министерства написано, но не написано. Давайте вот объясним людям, а то вы ведете по огородам с этими аргументами. Я всегда выступал за сокращение количества чиновников. Слишком много чиновников в Молдове. Надо их сократить и сократить хотя бы вдвое. И это касается всех. И депутатов, и правительства, и министров, и так далее. И администрации президента. Если нужно будет, и администрация президента, конечно. Но мы это рассматривали очень серьезно в 2009 году, эту реформу. После выборов апрельских 2009 года у нас это было в своей пакете реформ. Уменьшение количества министерств. В Швейцарии 6 или 7 министерств, мы об этом говорили. Поэтому я изначально сказал, что если придет предложение по снижению количества министерств, я ее поддержу. Были или нет у меня некоторые замечания по поводу проекта? Конечно, были. После первого чтения у меня на трех листах были замечания. Я их передал премьеру, передал правительству. Мои советники сказали, что вот если эти наши замечания не будут учтены, мы вернем проект обратно. И они были учтены. Все, практически все, за исключением одной или двух непринципиальных вещей, они учли. И поэтому мы его промульгировали. В чем проблема? И это привело к снижению количества министерств и будет меньше министров. Это плохо для страны? Нет, это хорошо. Я буду дальше добиваться, чтобы было не 101 депутатов, чтобы было 71. И буду наставивать. Назначение министров сегодня с трибуны парламента премьер-министр Филипп, не знаю, слышали вы это или нет, признал, что реформа правительства таким образом осуществляется в том числе и потому, что президент иногда блокирует назначение министров. Поэтому они сейчас назначать не будут. Сливают министерства, сокращают некоторые министерства. В любом случае придется. Остается один министр. Назначать министр. Но при этом все равно остается как минимум вакантной должность министра обороны на протяжении 7 месяцев. Министра сельского хозяйства. Ну, это они будут объединять министр. С экологией. И никак не получается. И с инфраструктуры, развития инфраструктуры. Нет министра ни экологии, ни там. Бытка есть. Ну, я... Я так понимаю, ну... Я отвечу на этот вопрос. Министр обороны, вот меня интересует. У нас такая сложная ситуация. Все говорят об угрозах безопасности. Об одном, о другом, о третьем. И у нас нет... Вот не можем найти. У меня есть несколько кандидатур на примете. В частности, господин Гайчук. Я не говорил ни одной фамилии. Я говорю. Может быть, вы знаете больше, чем я. Но у нас есть несколько подходящих кандидатур. Но предложение по назначению министров исходит от правительства. Они должны. По конституции правительство предлагает. Президент утверждает, либо нет. Поэтому вот, когда предложат, я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, то посмотрят, какие кандидатуры, если это профессионалы, если это люди, которые работали в Министерстве обороны, которые знают, что это такое. Не ветеринары, либо там поэты. Я не против ветеринаров. Мой брат ветеринар. И не против работников культуры. Но они должны делать свою работу там, где они понимают. Они в Министерстве обороны. Но если министром обороны станет ваш человек, то вас сразу обвинят, что социалисты вошли в состав правительства. Ну, я не знаю. Человек, на котором вы будете настаивать. Вы же можете говорить господину Филиппу, господин Филипп, назначите вот этого, выдвиньте, я его назначу. Как было в случае с посланным. Если честно, я считаю, что министром обороны, конечно, это должен быть человек из команды президента. Вот я говорю мое мнение, потому что президент – это верховный главнокомандующий согласно Конституции. Другие министерства, которые касаются деятельности экономики и так далее, когда президент в оппозиции к правительству, то есть не от власти, мы туда лезть не будем. Но Министерство обороны, я думаю, что это принципиальный момент и, конечно, это должен быть человек, которому президент, как верховный главнокомандующий, доверяет. Во многих странах, кстати, во многих странах, на той же Украине, к примеру, там у президента есть обязательные министерства, за которые он отвечает. Неважно, он вместе с правительством, то есть в одной партии или нет. Это Министерство иностранных дел всегда у президента, это Министерство обороны и это СИП. Это везде так. У нас только эти ребята из парламентского большинства испугались, чтобы не дать до доноса. У нас парламентская республика. Слишком много инструментов. У нас парламентская форма параллель. Подождите, перед тем, как я вступил в должность, сразу убрали СИП из подчинения президента, сразу убрали службу охраны государственной. Почему? Знаете почему? Потому что в службе охраны есть где-то 600-700 ребят очень хороших, тренированных и у них еще оружие есть. И для того, чтобы у додона не было этого рычага, они просто взяли и поменяли законодательство. Почему СИП убрали? Потому что у СИПа есть возможность следить за всем, что происходит. И за всеми чиновниками, и за коррупционерами прослужку делать. Понимая, что додон, конечно, сделать все возможное, чтобы вышли побольше деликатных деталей о том, что делала эта власть в последние 8 лет, они убрали СИП из подчинения президента. По поводу эффективности работы... Ничего, Антон, ничего, мы вернем все это. Сотрудничество... Осталось немного. Сотрудничество ветвей власти осталось недолго. По поводу сотрудничества. Все заметили, бросается в глаза то, что вы когда едете с визитом, независимо куда, последний визит был в Белоруссию, возьмем Белоруссию, в составе делегации нет представителей правительства. Вы говорите о том, что откроется новая страница в отношениях... В Белоруссии был посол. Посол. Посол не является членом правительства. Вы сказали представитель, не член. Член правительства. Я говорю о составе делегации. Когда приезжал господин Лукашенко в прошлом году, половина правительства была в составе делегации. Вы поехали, никто из правительства, из члена правительства нет делегации. Какая может быть эффективность? А зачем мне правительственные функционеры и туристы? Потому что, как мы уже сказали выше, политики внедряются правительством, исполнительной властью. Правительство не знает, о чем договорились президенты. О каком развитии может быть? Они получили ноту посла. Хорошо управляется государством. Более того, я хочу сказать, что из каждого этого визита мы что-то конкретно о стране... И в каждом визите председатель фракции партии социалистов Зинаида Гречанна. Ну она, если вы говорите про какой визит именно? Последний. Предпоследний. У них есть межпартийное соглашение, они работают с парламентом Белоруссии. И, кстати, она не ездила за счет государства, она ездила за свой счет. Это можно проверить. Но, если говорить конкретно о результатах, из каждого визита мы что-то конкретное стране приносим. Вы встречались с Путиным несколько раз. Вот вам, пожалуйста, экспорт, вот вам мигранты. Встречались с президентом Азербайджана. Вот конкретный проект в Чадерлунге социальный, где-то на миллион полтора евро, который я договорился с Алиевым, будем внедрять. Встречался с Лукашенко. Ну, я это хотел объявить на следующей неделе. Несколько тракторов бесплатных и машин для городов, ну, салубретать. И плюс еще мы сейчас работаем и по другим проектам. Вот конкретный результат. Вы, так как упомянули вопрос о... С Турцией встречались, тоже конкретный результат. Вы говорите о помощи. Вот сегодня Румыния передала еще 96 автобусов. Молодцы. Даринска Бивала задает вопрос. Почему вы, известный вам журналист, почему вы не признаете помощь от Румынии, которая гораздо больше, чем в многих других странах? Анатолий, они отремонтировали на 50 тысяч евро детский сад. В вашем родном селе. Миллион лей. Ну, много, мало, но дали его 50 тысяч евро. Я был на открытии детского садика, я признал, я поблагодарил наших румынских друзей, братьев за то, что они нам помогали. Почему не было встречи? Я хотел спросить, почему не было встречи с премьер-министром Румынии сегодня? Вы не хотели, он не хотел. Мы и не запрашивали никаких встреч. Ну, он приезжал с визитом в Кишинев, нормально, что не встречался. Но график и премьер-министра, и протесты в центре Кишинева и так далее не позволили. Но я не вижу, здесь не надо искать никакой подоплеки. А в принципе планируется? У вас были визиты в Венгрию, в Турцию, в Белоруссию, в Россию, но только не в Украину и не в Румынию. Планируется с соседями? Работаем в этом направлении. Бог дает соседям, и соседи их не выбирают. Работаем в этом направлении. Будут встречи? Будут. У нас еще одна короткая реклама, после которой постараюсь задать вопросы телезрителей. Я сказал, что вопросов много. Мы вернулись в студию. Я постараюсь в этой части программы затронуть и другие вопросы, очень коротко задать вопросы телезрителей. Мне тоже пишут, я спросил, что сказать вам. Вот мне сейчас пишут. Хорошее, что вам сказать. Скажите, тема близкая вам, которую невозможно не затронуть, референдум 24 сентября. Он состоится или нет? Центр избирком принимает какие-то решения, еще идет регистрация граждан за рубежом. Поэтому правительство денег не дало и, я так понимаю, не даст. Я думаю, что развязка будет на следующей неделе по этому вопросу. Дадут денег, не дадут. Я слышал, что либералы на Конституционный суд прессуют. Они обратились еще в апреле. Прессуют для того, чтобы было принято решение. Но, знаете, для власти, для правительства, для парламентского большинства, любое, что они будут делать, это будет играть против них. Если они отменят как-то этот референдум, денег не дадут или что-то, это будет всем понятно и большинство граждан поймут, что они боятся президента. Потому что это означает, что они понимают, что эти четыре вопроса пройдут. И после этого будет следующий шаг. Если они не отменят референдум, а согласятся на референдум, тогда я уверен, что 70-80% проголосуют за по всем этим четырем вопросам. Я буду настаивать, делать все возможное, чтобы референдум прошел. Потому что эти четыре принципиальных вещей, их очень много. Я слышал... Но это консультативный референдум без юридических последствий. Зачем настаивать? Я слышал мнение граждан, они говорят, надо ставить там и другие вопросы по пенсиям и так далее. Я согласен. Но четыре принципиальные вопросы, я просто скажу телезрителям еще раз, это право президента распустить парламент, чтобы были досрочные выборы. Второе, это история Молдовы в школах. Третье, это уменьшение количества депутатов на треть, со 101 до 71. И четвертое, это аннулирование закона о миллиарде, который ставит на граждан возвращение украинных денег. Вот эти четыре принципиальных вопроса я буду отстаивать дальше. И я уверен, что большинство граждан меня будут поддерживать. По украденному миллиарду? По поводу консультативного, неконсультативного и так далее. Конечно, я бы хотел, чтобы этот был конституционный референдум, который имел прямой юридический эффект. Но когда я предложил эти вещи, вы видели, парламент меня не поддержал. И венецианская комиссия дала отрицательное заключение? Венецианская комиссия дала отрицательный отзыв по другим вещам. Не по референдуму, а по изменению конституции по полномочиям. Она сказала, что вот эти четыре-пять предложений не очень хорошие. Подумайте про других. Это не отрицательно, чтобы мы не вводили в заблуждение пять граждан Республики Молдова. Но из-за того, что у президента нет возможности своим декретом назначить конституционный референдум, а только консультативный, мы пошли на консультативный референдум. После того, как он состоится, у меня будет больше аргументов вместе со всем народом прийти к парламенту и добиться, чтобы парламент поддержал все эти четыре вопроса, для того, чтобы мы их непосредственно внедряли в жизнь. Но если говорить о референдумах, чтобы мы тему референдума закончили, важно, чтобы телезрители знали, мы в прямом эфире. Сегодня было принято решение судом Буюкан. Они утвердили список этих подвесей. Они утвердили для проведения референдума? Важно, давайте объясним. Они проверили списки с подписями кишиневцев. Я хочу воспользоваться случаем и сказать большое спасибо жителям Кишинева, муниципе, которые поддержали и подписались за отставку Киртуаг. За проведение референдума? За проведение референдума. Подписалось более 80 тысяч. Сегодня суд утвердил 75 тысяч подписей. Это означает, что мы практически в ближайшие недели можем созвать муниципальный совет для того, чтобы назначить дату референдума по снятию Киртуага с должности. Я уверен, что осенью этого года состоится референдум, который уже имеет прямую юридическую результат. Это по снятию Киртуага с должности. И у нас в ближайшие месяцы, в начале следующего года, состоится досрочный выбор в Кишинево. В начале следующего года, скорее всего. Я скажу по процедуре, как происходит. Вот сегодня было решение первой инстанции, суда Буикань. Есть 15 дней на то, чтобы протестовать. Ну, плюс 15 дней – это середина августа. Потом нужно созвать муниципальный совет. Скорее всего, это будет в первых числах сентября. С момента принятия решения муниципальным советом в течение минимум 30, но максимум 45 дней должен пройти референдум. Это означает конец октября, либо конец октября проведение референдума. Референдум пройдет, после этого месяц-полтора на утверждение результата и на все это получается начало следующего года. Просто к тому времени господина Киртуага могут отозвать с должности простым решением муниципального совета, потому что генеральная прокуратура обратилась в муниципальный совет по этому поводу в связи с уголовным делом. Не могут отозвать, могут суспендат. А приостановить. А приостановить – это не означает, что его сняли с должности. А снять с должности – это через референдум, либо если он сам напишет заявление. У него два варианта, как в том фильме. Либо в ЗАГС, либо к прокурору. В любом случае… Обращение гемпрокуратуры было сегодня тоже. По поводу миллиарда вы сказали, об этом очень много говорилось. И в избирательной кампании, и до, и после, и до сих пор говорят. Вы обещали созвать высший совет безопасности. Наконец-то это заседание состоялось. Что вы узнали нового, когда мы получим хоть какие-то деньги из украинского миллиарда? Я вышел с детальной пресс-конференции после. Наверное, телезрители помнят. Но в некоторых, в общих чертах, что принципиально. Есть семь или шесть конкретных групп уголовных дел. Давайте так, чтобы мне не говорить. Групп интересов, которые ворвали оттуда деньги. Самые большие там Шора и так далее. Ну, пять, по-моему. Пять или шесть, я просто не помню детально. Установили, что из 13 миллиардов лей, которые украли из банковской системы, около трех-четырех миллиардов можно вернуть за счет активов, которые есть в стране. То есть то, что арестовали. Вот по этим группам обвинениям, можно вернуть внутри страны 3-4 миллиарда. И это реально. Потому что там арест где-то на миллиард-полтора, но с учетом рыночных цен, здания и так далее, машины, участки и так далее, я думаю, что 4 миллиарда реально вернуть, возможно, в ближайший год-полтора. Это реально. И это и акции Молдова Агромбанк, и Молдий Комбанк, и так далее. Но остальные восемь с чем-то девять миллиардов лей, это деньги, которые ушли за рубеж. Основная проблема в том, что за рубежом до сих пор все ждут этого Крола, второго, третьего, непонятно какого. И ничего за рубежом конкретно, то есть в суд не подали за рубежом. Там есть срок. До ноября. Заканчивается три года. И вот задача, мы это все обсуждали, мы 3,5-4 часа все это обсуждали. Я сказал, ребята, а что вы спите? Я этот вопрос задавал господину Канду. Создается впечатление, что кто-то тянет время, чтобы истек срок давности по этим делам. Решение высшего совета безопасности в том, чтобы в срочном порядке правительство, Нацбанк, те, которые имеют право это делать, обратились в международные суды для того, чтобы не прошел этот срок. У нас срок до ноября. И они каждый месяц отчитываются нам, что они сделали. И я хотел созвать на следующей неделе следующее заседание высшего совета безопасности. Сейчас посмотрим, если они на месте, члены этого совета. Если нет, в августе мы созовем для того, чтобы опять отчитывались, что они сделали. Как-то вы не используете вот этот механизм высшего совета безопасности. Почему не используете? Только говорилось в избирательной кампании, за 7 месяцев вашего президентства было только одно заседание. Вы выбрали такой день, когда ни премьер-министра, ни председателя парламента не было в стране. И получилось... Может, они специально уехали? Нет, я думаю, что вы так выбрали. Потому что вы уехали в Санкт-Петербург, сказали, я вернусь, будет заседание. Из Санкт-Петербурга вы уехали в Карелию на рыбалку на один день, когда они были на месте. Потом вы вернулись, они уехали. Что вам в Карелию не нравится? Нет, мне все нравится, просто можно было сделать так, чтобы они были. Слушайте, не придирайтесь к деталям. Вам то Карелия, то там какие-то цветы не нравятся. У вас какие-то... Цветы вообще люблю. Ну, Ленин не нравится, хотя вот немножко на него... Вам не говорили? К Ленину отношусь так же, как и вы. Давайте вот серьезно. То, что касается высшего совета безопасности. Мы его созвали аж в начале июня, потому что назначили секретаря высшего совета безопасности, если не ошибаюсь, в конце марта или в начале. В марте, да. Почему я как-то здесь высказал в одной передаче? Потому что я обещал некоторым бывшим партнерам и нынешним и будущим, ну не хочу употреблять врагам, но оппонентам, что будет определенное соглашение. Ну, не буду раскрывать скобки. Поэтому мы не созывали до того момента. А сейчас высший совет безопасности очень активно работает. Очень активно. Примерно, на следующее заседание мы хотим поднять вопрос по Денстровскому ГРС на севере, да? И это один вопрос. И второй по тому, как Шалару продавал смаркулешт оружие Украине. И было решение высшего совета безопасности приостановить все это. А Шалару такой борзый еще ходит, политикой хочет заниматься. Мы все это будем поднимать и будем разбираться. И это будет на следующее заседание высшего совета безопасности. И жесткая повестка дня, которой мы будем заниматься в течение следующих месяцев, которые мы утвердили. Поэтому будьте спокойны, работа идет. Ждем, ждем с нетерпением. Будет. Многие говорят, что вы также не используете эффективно данное вам право возвращать законы на пересмотр парламента, блокировать. Где-то 10-15 вернули. Я знаю, что до прошлой недели было 7 таких законов. Более 10 вернули. Из них есть такие незначительные, как закон о правилах дорожного движения. Почему незначительные? Не промульгировали. Довольно значительные. Значительные. Поправки в законодательство о праздничных и выходных днях, которые предполагают объявление 9 мая Днем Европы. Не промульгировали. Не промульгировали. Они не проголосовали повторно пока парламент. А вот решение, про которому есть повторное голосование. Это протокол о военном сотрудничестве с Румынией. Будете промульгировать? Не будете промульгировать? Я запросил все соглашения военные, которые подписаны Молдовой. Молдова подписала, оказывается, с 22 странами такие соглашения. С Россией, Соединенных Штатов, со всеми. Я сейчас поставил все эти соглашения. Параллельно поставил румынские, для того, чтобы разобраться. В чем проблема, в чем отличие. Потому что нужно с аргументами выступать. И, конечно, после повторного голосования у президента есть только два варианта. Либо он промульгирует, либо принципиально нет, с нарушением Конституции, понимая, что после этого мы идем на референдум. Ну, это еще парламент должен решить. Парламент, но либо парламент отказывается от этого закона и больше не настаивает, либо идем на референдум. Поэтому по этому закону мы сейчас анализ делаем детальный, очень детальный. И будем разбираться. Я думаю, что с Румынией, вот предварительно то, что я смотрел, с Румынией более принципиально то, что они подписали по карабинерам, вот там есть нарушение. А здесь по этому, то, что мы видим, предварительно больших отличий от того, что у нас есть с Штатами, с Россией, с другими странами, я не вижу. Но нет ни одного закона еще, который проголосован дважды и вы не промульгировали. Вот это первый случай, по-моему, да, который они проголосовали повторно и вы должны принять решение. По поводу следующего года, год Штефана Чалмари, что предполагает этот указ президента? То есть какие будут последствия? Мы создали государственную комиссию. Я надеюсь на следующей неделе ее собрать, эту государственную комиссию. Я думаю, что будет очень много мероприятий, целый год для того, чтобы люди не забывали и вспомнили, что мы великий народ. Мы наследники великого Штефана. У нас есть право на свою государственность. И мы отстоим нашу государственность любыми путями. Поэтому это будет очень такой комплексный, системный. Есть план мероприятий? Конечно, есть предварительный, но его будет утверждать государственная комиссия. Мы вообще первые такие месседжи, акции начнем еще в конце этого года, потому что мы закончим в конце года работу над документальным фильмом «История Молдовы» в трех сериях. Я обещал, что мы, я лично буду заниматься этим, мы представим, сделаем презентацию во всех городах. Скажите, в ваших планах есть намерение посетить могилу Штефана Чалмари в Путне? Я был в 2014, мне кажется, или в 2013 году. Был в Сучаве, на могиле Штефана Чалмари, и когда будет следующая возможность, обязательно тоже буду. Это может быть в рамках визита, чтобы встретиться с руководством Романии? И вот в этом же контексте спрашивает очень много было о кривотолках, особенно в социальных сетях, по поводу вашего награждения учащихся, отличившихся в учебе, и отказа, я не знаю, трех, четырех, семи, там был разный список. Ну, во-первых, никто не отказался из тех, которые получили эти грамоты. Ну, давайте объясним опять телезрителям, чтобы было понятно. Впервые, ну, насколько я помню, раньше президенты страны этого не делали, я не помню таких акций. Я принял решение, чтобы сто лучших выпускников лицеев наградить почетными грамотами президента. Мы взяли список всех, вот всех, которые сдали бакалавр, которые заметили вчера на слушаниях, все-таки подтвердили все наши опасения, что он незаконно был в последние годы, начиная от Майя Санду сюда, и там нужно все поменять. Да, и сегодня парламент принял. И парламент принял, то есть то, что мы говорили последние четыре года, что это ошибка, парламент сегодня это признал. Кстати, вчера или позавчера правительство приняло изменение к законодательству, то, что я предлагал, чтобы бакалавр не был обязательным, чтобы была опция, помните, я говорил об этом, в избирательной кампании, я дал это предложение. Вот правительство согласилось с этим позавчера, если не ошибаюсь, на заседание правительства. Но мы взяли список всех, их около 12 тысяч выпускников в этом году, 11 тысяч чем-то. Из этих 12 тысяч 500 лучшие. Вот 500. Мы из 500 выбрали 100. Конечно, работали все в президентуре, советники. Конечно, мы обратились и к руководствам района, для того, чтобы они посмотрели. Потому что мы выбрали по два из каждого района. И взяли из Приднестровья, взяли из Гагаузи, взяли из Кишинева. Поэтому кто там, что там отказали. Знаете, я понимаю всю эту кампанию. Я очень хорошо понимаю. Но граждане Республики Малой, я думаю, что они должны гордиться тем, когда высшее лицо государства вручает дипломы за успехи. Мы будем продолжать эту практику. Это будет и в следующем году, и сколько я буду президентом, мы это будем делать. И кроме этого, мы впервые сделали большой концерт, фестиваль «Поколение будущего». Был очень красивый концерт на этой неделе. Я это буду делать каждый год. В следующем году мы это проведем в июне, чтобы ребята были на месте сразу после того, как сдадут экзамены, чтобы было такое большое и интересное мероприятие. Ну, из этих выпускниц, которые говорят, что отказались, две имеют десятки полностью на экзаменах по бакалавру. Поэтому они, по идее, должны были попасть. Мне вот сейчас пишут… Успехов им, да. Мне вот сейчас пишут, что согласно 33 статье закона о местной публичной администрации, если примар действия его приостановлены в должности, то, что вы говорили, то референдум не может состояться, потому что его нельзя отстранять от должности. Нет, наши юристы разбирались с этим. Есть и другие нормы закона, мы с этим разбирались. Статья 33, я не знаю, это вот сейчас написали. Наши юристы с этим разбирались. Пару вопросов телезрителей. Борис Гончар, Совет Безопасности ООН рекомендовал странам мира не сотрудничать с режимом Северной Кореи. Почему Игорь Николаевич принял делегацию из партии власти Кореи и не подвергнется ли Молдова международным санкциям из-за действий президента? Ну, придумали, замутили. Я думаю, что мы должны встречаться со всеми. Из Запада, из Востока. Мы же не предложили им менять помидоры на ядерное оружие. Ну, что за вопрос? Какие санкции? Ребята, мы должны дружить со всеми. И я сторонник того, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми и на Западе, и на Востоке. Конечно, не нарушая международное законодательство, санкции ООН и так далее. Несколько вопросов, в том числе от политических заключенных. Когда отправят в отставку судей из группы Клевады? Работаем в этом направлении. То есть, мы говорили об этом как-то в передаче, что некоторые судьи, которые были уже даже вами назначены... Есть процедура, как отправить в отставку судей. Просто так подписать декрет, это невозможно. Есть определенная процедура, как она запускается. Либо президент, либо кто-то другой обращается в этот консилию спириора магистратуры, мне кажется, как он, ЧСМЕ. И начинается процедура. Принимается решение ЧСМЕ, дает предложение Додону, и Додон, я вот троих или четырех за этот период отправил в отставку судей. Но оттуда идет инициатива, не от меня. То есть, я могу запустить, инициатива, конечно, от меня тоже может быть, но по процедуре они должны дать это предложение мне. Понятно. Вопросов еще много, но это все, что мы сегодня успели. Последний вопрос, который я хочу задать... Куда в отпуск? Да? Да. Знаете... Когда и куда? Ну, я думаю, что... И за чей счет? Ну, не за счет государства, хотя по закону положено, говорят президенту, и бизнес-класс лететь, я бизнес-классом не летел, кстати, за счет государства, все эти семь месяцев, эконом-классом всегда, и без чартеров, ну, кроме случая с Белоруссией, когда Александр Григорьевич предложил чартер с Белоруссией, чтобы я вернулся домой, и я согласился и принял этот жест дружеский со стороны Белоруссии. Поэтому не будет за счет государства, это сто процентов. Ну, я собираюсь 1-3 августа быть на Афоне, я был в прошлом году на Святой Горе, и буду и в этом году обязательно. Меня пригласил президент Ирана на свою инаугурацию, которая состоится 5 августа в Тегеране, мы рассматриваем возможность поехать, у нас сложились неплохие отношения, когда я первый раз с ним встречался в феврале, потом он выиграл президентские выборы, я рассматриваю возможность поездки в Тегеран, и все, другого отдыха у меня не будет. Счастливо отдохнуть, то, что возможно. Спасибо большое, уважаемые телезрители, спасибо большое за поддержку, и все у нас получится, будьте уверены. Уважаемые телезрители, это была пятница с Анатолием Голе, в отличие от президента, у меня уже отпуск, это была последняя передача в этом сезоне, поэтому я вам говорю до встречи в пятницу уже осенью. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова